Продолжение следует... Ашоров Жамбе Махалевич, наш друг. Мы с ним ровесники, нам нынче уже по 60 лет. Через меня с ним познакомились мои друзья и ездили зимой к нему на рыбалку. Жамбе фермер, скотовод. У него лошади, коровы, бараны. Жамбе по специальности зоотехник. Когда были колхозы, он зоотехником работал. В общем, он свое дело знает. Летом Жамбе живет на летнике, зимой живет на зимнике. Летом, как правило, все скота выгоняют в горы. В горах хорошие пастбища, там не так много паута и комара. Там скот набирает вес, молодняк быстро растет. А внизу на летниках подрастает трава, которая сгодится, когда будет зима. Ну и покосы, покосы там, где они косят сено. А зимой перебирается с летников на зимник. Это целый переезд. Скота перегоняют туда и зимуют. В общем, все это хозяйство очень трудоемкое. Требует много затрат времени, труда, средств. Но серьезное дело. И скот дело такое. Скот ждать не будет и терпеть не будет. Скота надо кормить и ухаживать за ним постоянно. Довольно сложно живут скотоводы в Акинском районе. Во-первых, очень тяжело у них, да это, наверное, везде так, содержать скот. Но главное, они живут в отдаленном районе. Там еще полдела вырастить скота. Главное потом, куда определить это мясо. Они вынуждены заказывать отдельно машины. Отдельно тушами его везти. То ли в Олан-Удэ, то ли в Иркутск, то ли в Судянку. Как-то его пристраивать, это мясо. Ну, в общем, нелегко достается им их труд. Ну, тем не менее, люди живут и молодцы. Живёт Жимбе в самом дальнем углу Акинского района. Вниз по реке Аке, ближе к Иркутской области, там, где река Ака проходит через Саянский хребет, буквально прорезает горы, течёт в каньоне. Местами справа и слева отвесные скалы. Река спёрта, сжата с боков. Изобилует порогами, перекатами, огромными большими ямами. И такие ямы глубокие, что и дна не видать. И мне доводилось вертолётом пролетать над Акой летом. Ну, в общем, это впечатляет. Совершенно непроходимо для путников. Единственная возможность – это сплавиться вниз по реке. Туристы-водники спускаются, сплавляются. Ну, на мой взгляд, надо быть очень смелым человеком, чтобы решиться сплавиться вниз по Аке. Ну и иметь достаточную квалификацию и серьёзное оборудование. И вот мои друзья собрались на рыбалку, поехали к Жамбе, поехали в Архабом. Вместе с ними отправился Чемид. Он охотник, рыбак, хорошо знает Архабом, знает ямы, знает, где рыба зимует. Ну, в общем, они, естественно, знают, где все зимовья. Ну, думаю, проблем нет. Пархабом – так называется это место. А когда Ака пройдёт, это ущелье, там дальше она уже вырывается на просторы Иркутской области, течёт по тайге, более или менее равнинной. Ну и в городе зима впадает в реку Ангара. Для зимы, для река Кинского района, да и во всех стоянах, характерны наледи. Сильные морозы, река промерзает, в воде некуда деваться, она выходит наружу и прёт поверх льда. Образуются наледи. Они постепенно намерзают, и лёд утолщается, местами достигает нескольких метров. Но два метра – это, по-моему, обычное явление. Ай, сбег! О, мы победили! Валерика, покажи, какая лупината! Вот так вот, да? В вершинах рек образуются целые ледовые поля. Потом летом эти поля будут таять и питать реки водой. Зимой намного легче попасть куда-либо в Кинском районе. Всё становится доступней. И в некоторые места, куда летом вновь попасть, очень сложно. Зимой можно проехать или пройти сравнительно легко. То есть реки – это естественные дороги. Это высоко. Это высоко. Надо знать реку, представлять ее течение, представлять, что делается подо льдом и точно угадывать место, где надо пробурить лунку. Потому что, в общем-то, немалую толщину надо пробурить и достаточно потратить сил и времени. Не факт, можно ведь в камни пробуриться, кончить бур, испортить ножи и тогда вся рыбалка на смарку. О, лежачий, видал, что творит? Лежачий рыбу ловит. Там темно же, да? И темно, да? Там ленок вон стоит. И там видишь, что вдалеке этого много вон. В Оке есть таймень, ленок, налим, хариус. Но тайменя стало совсем мало, редко. Да и ленка не очень. Какая красота. Коллектив, блин. Раньше было рыбы намного больше. Осенью вся рыба с гор, вернее, с притоков Оки, с небольших речек скатывается вниз. По реке есть зимовальные ямы. И вот если ребята найдут такую яму, то, значит, они поймают и удачно съездят на рыбалку. Но это непростое дело найти зимовальную яму. От них только лумок надо будет пробурить не один десяток. И везде попробовать. И вот тут очень важно, когда кто-то знает, где есть такая зимовальная яма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, можно пилыть. Холодная какая. Ну там вот худые, вон там мы, Юрий Константинович. Юрий Константинович. Юрий Константинович. Юрий Константинович. Юрий Константинович. Юрий Константинович. не погасла погаснет печка заново растапливать пока это разгорится в общем будет холодно ну и главное надо еще наготовить дров на завтра и чтобы дрова остались для тех кто придет следов чай сварим да но чуку поставить дрожишь к ней а лакоохотничья СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет ничего лучше после длинного дневного перехода добраться до таежного зимовья. Зимовья, где тепло, где сухо, где уютно. Наконец-то можно расположиться, отдохнуть, высушить вещи, вкусно покушать. В общем, это то место, где просто, просто прекрасно. Кругом тайга, кругом холод, кругом мороз. В зимовье печка, тепло, уютно. Обстановка располагает к задушевным беседам. Там люди открываются друг перед другом, где можно как следует выспаться, отдохнуть. Ночь длинная, с шести вечера темно и до девяти утра. Так что времени на все хватит. А символически все равно не пени, что так, что так. Хоть крепкую сделай, хоть слабую сделай. Чемит. Что пьем? За рыбалку? Да все, за нас. За поваров. За поваров. Сам. Давайте. За вас, ребята. Мне, например, вытащили, вы. Повод, на что? Повод, на что? Повод, на что? Продолжение следует... 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 Это один из самых суровых районов Бурятии, потому что он весь находится в Высокогорье. Средняя температура января на склонах гор – минус 20, по долинам рек – минус 30, потому что тяжелый воздух скатывается по отрогам гор в долину. Самая низкая температура – минус 55, проверено. Это я испытывал на собственной шкуре, и как раз там, где живет наш друг Жамбе. Местность называется Улан-Акар. 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 И, конечно, мы ездим на рыбалку не только за рыбой, сопли морозить. Главное – тайга, горы, снег, лед, река и общение друг с другом. Но компания подбирается по интересам, люди как-то складываются друг с другом, и нам хорошо. Но вот это, наверное, главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!